В данном видео мы рассмотрим простое приложение в виде стенда, где реализованы различные способы построения прогнозов. А именно мы рассмотрим реализацию прогноза на основе линейного тренда, на основе средней скользящей, покажем как работает прогноз холд Уинтерса из пакета Визлип, а также покажем построение тренда стандартными опциями Кликсенс. Для начала давайте кратко рассмотрим из чего состоит наш дашборд и какие данные мы будем использовать для построения прогноза. Слева мы наблюдаем набор фильтров, по которым мы можем делать конкретно интересующую нас выборку. Вот здесь мы можем производить выборку по году, по месяцам, по сотрудникам, клиентам, регионам, продуктовым группам. Например, нас интересуют конкретные продавцы, мы выберем трех продавцов и нас пусть интересуют данные по продуктовым группам. Возьмем две продуктовые группы и вот получаем такой график. Также есть возможность переключения валюты. Можно посмотреть продажи в рублях, можно посмотреть продажи в евро. Вверху имеется ползунок, который позволяет выбирать то количество данных или количество месяцев, по данным которых будет производиться построение прогноза. Конечно, мы можем как уменьшать количество данных, так же увеличивать количество данных. Смотрим график. Синим цветом выделены наши продажи. Снимем фильтры. Вот, синим цветом выделены наши продажи. Как видим, есть какая-то сезонность. Есть месяца, где продажи увеличены. Есть наоборот месяца, где продажи падают. В правой части графика, увеличим немножко. В правой части графика, зеленым цветом, строится наш прогноз на основе линейного тренда. А желтым и красным строится доверительный интервал. Желтый – это верхняя граница доверительного интервала, красный – нижняя граница доверительного интервала. Ну, доверительный интервал – это приблизительный диапазон значений, который с высокой степенью вероятности включает будущий результат. Посмотрим, какие данные мы используем. По шкале измерения мы используем месяца. Они выведены в отдельную таблицу, где каждый месяц пронумерован, чтобы мы могли пользоваться ползунком. А по шкале мер мы используем, соответственно, сумму продаж. Если у нас есть совпадение по месяцу, то суммируем наши продажи в выбранной валюте. Далее у нас строится прогноз. И формула реализована достаточно масштабно. И объяснить ее, именно используя реализацию на языке программирования, будет достаточно затруднительно. Как видим, рассчитываются наши коэффициенты, отклонения, коэффициенты сезонности. Например, как я говорил, строятся на основе линейного тренда. Используются стандартные функции ClickSense. Вот Linus M, Linus B, которые позволяют рассчитывать коэффициенты линейного тренда. Значение месяца это у нас как значение X. Это коэффициент A будет, это будет коэффициент B. Посмотрим, как это будет выглядеть. И вот мы видим, сейчас у нас просто строится линейный тренд. То есть какая-то усредненная прямая с неким наклоном. Вернем все как было и перейдем к слайдам. Все вернули, все как было. Перейдем к слайдам. Прогноз на основе линейного тренда. Как я сказал, первым делом нам нужно рассчитать сам тренд. Уравнение линейного тренда, как и уравнение любой прямой, имеет вид Y равен BX плюс A. Где B и A это неизвестные коэффициенты. X это порядковый номер месяца. Y это значение линейного тренда. Вот вы видите формулы. На первый взгляд, возможно, они могут кого-то испугать. Но если в них глядеться подробнее, то видим, что построены они лишь на основе выручки за какой-либо месяц, на основе порядкового номера месяца и количества месяцов. Рассчитав коэффициент А, не составит труда и рассчитать коэффициент B. После того, как коэффициенты рассчитаны, можем подставить их в наше уравнение и получить значение Y линейного тренда для каждого месяца. После того, как тренд рассчитан, необходимо приступить к прогнозированию выручки. Прогнозирование выручки осуществляется на основе коэффициентов сезонности. То есть нам необходимо рассчитать коэффициенты сезонности. Они рассчитываются на основе отклонения. Отклонение это отношение реальных продаж к значению тренда. Рассчитывается за каждый месяц. И после того, как наши отклонения посчитаны, необходимо посчитать уже коэффициент сезонности. А это есть отношение суммы отклонений за месяц в разные годы. То есть мы суммируем отклонения за январь 2006 года, 2007, 2008 и так далее по тому диапазону данных, которого мы анализируем. И соответственно, эту сумму отклонений за месяц в разные годы мы делим на количество годов, по которым есть данные за этот месяц. Если же данных по какому-либо месяцу нет не за один год, коэффициент сезонности будет равен единице. Посчитали коэффициенты сезонности, запомнили их. Далее вычисляем прогнозные значения тренда. То есть тренд в той части графика, который мы анализируем, который мы хотим прогнозировать. Рассчитываем его. Коэффициенты B и A у нас известны. Берем порядковый номер месяца. Рассчитываем тренд прогноза. После того, как мы получили прямую в этой части графика, мы домножаем ее на наши коэффициенты сезонности. И получаем, соответственно, вот такой график, который мы уже можем как-то анализировать и так далее. Ну что ж, определили наш прогноз. Далее необходимо определить доверительный интервал. Также рассчитывается на основе тех формул из статистики. Ну, рассмотрим. Первым делом мы рассчитываем нормирующий коэффициент. Рассчитывается он просто. Единица, деленная на n-1, где n это у нас количество месяцев, на основе которых строится прогноз. Ну, то есть то количество месяцов, которые мы выбираем с помощью ползунка. Далее нам необходимо рассчитать стандартные отклонения для каждого месяца, на основе которого строится прогноз. Он у нас равен квадратному корню из квадрата разности продаж и нашего прогноза. И все это умножаем на нормирующий коэффициент. Конечно, это рассчитывается для каждого месяца. То есть мы сейчас это увидим далее. Рассчитываем сигму для 12 месяцев года. Сигма равна отношению наших стандартных отклонений, вот видите, эта формула дублируется, к количеству годов, по которым есть стандартные отклонения. То есть мы рассчитываем стандартные отклонения для конкретного месяца за все годы. Опять же, это мы берем январь 2006, 2007, 2008 и так далее. Берем сумму этих стандартных отклонений и делим на количество годов, в котором у нас есть эти данные. Если для какого-либо месяца нет ни одного стандартного отклонения, то берем эту сигму, равную нулю. И далее у нас остается посчитать только верхнюю и нижнюю границы доверительного интервала. Значение верхней границы доверительного интервала будет равно сумме значения прогноза, которая рассчитана уже ранее, и утроенного значения сигмы. А значение нижней границы доверительного интервала, это будет разность значения прогноза и утроенного значения сигмы. Таким образом, получим наш доверительный интервал. И вот видим, между ними лежит сам наш прогноз. Здесь же на слайдах рассмотрим метод расчета на основе средней скользящей. В принципе, прогноз на основе средней скользящей похож на предыдущий метод, на основе линейного тренда, а именно тем, что аналогичным образом рассчитываются коэффициенты сезонности. А вот уже, когда коэффициенты сезонности рассчитаны, мы переходим к определению каскадных коэффициентов сезонности, которые определяются как отношение текущего коэффициента сезонности к среднему коэффициенту сезонности за предыдущие три месяца. После того, как каскадные коэффициенты сезонности определены, переходим непосредственно к прогнозированию выручки. Вычисляем среднее значение за три предыдущих месяца, среднее значение выручки имеется в виду, и умножаем его на каскадный коэффициент сезонности за соответствующий месяц. Вот на слайде представлены два графика, как это работает. Ну и перейдем сразу же на наш дашборд, чтобы увидеть это уже в реализованном виде. Аналогично есть ползунок, где мы можем регулировать количество данных. Ну и вот уже видно, прогноз меняется. Возьмем точку пораньше. Ну и вот видите, что в принципе прогноз как-то повторяет основные тренды на графике реальных продаж. Это формулы, как они реализованы именно в Кликсенс. Это расчет средней выручки за предыдущие три месяца и умноженный на каскадный коэффициент сезонности. Ну вот, а каскадный уже рассчитывается на основе обычных коэффициентов сезонности. Ну, его среднего значения. Далее. В февральской версии Кликсенс также появилась встроенная функция, позволяющая добавлять на график различные виды трендов. Те же данные по продажам. И на графике черная кривая это экспоненциальный тренд, оранжевая это линейный тренд, красного цвета это тренд на основе полинома четвертой степени, и зеленая это тренд на основе полинома второй степени. То есть, вот наш лайн-чарт. Идем в продажи. И тут появилась такая кнопка Add Trend Line. Уже здесь можем выбрать тип тренда. Средняя, линейная, полином второй степени и так далее. Вот наши уже добавленные экспоненциальный линейный тренд и два полинома. То есть, вот так это выглядит. И последнее, что мы рассмотрим, это будет экстеншн от компании VizLib, который позволяет строить прогноз на основе метода Holt Winterson. Это модель поведения временных рядов, способная моделировать три аспекта. Среднее значение, или типичное значение, тренд, или наклон во времени, и сезонность, или по-другому циклический повторяющийся паттерн. Здесь я расскажу очень кратко о методе, поскольку он является достаточно сложным для краткого рассмотрения. Три аспекта временных рядов значения тренд и сезонность выражаются в виде трех типов экспоненциального сглаживания, которые как бы кодируют множество значений из прошлого и используют их для прогнозирования типичных значений для настоящего и будущего. Модель предсказывает будущую ценность, вычисляя объединенные эффекты этих трех влияний. Насколько мне известно, данный метод Hold of Interest является одним из наиболее популярных и точных на сегодняшний день. И здесь в настройках экстеншена есть вкладка Advanced Analytics, где можно настроить тот диапазон, который будет анализироваться для построения прогноза. Можем его сделать покороче и, соответственно, подлиннее. Ну, вот так это выглядит. В целом, это все, что я хотел показать в данном видео. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok